Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Доброе утро. Необходимый курум имеется. Доброе утро. Социально-экономического развития Республики Саха-Якутия на 2017-2019 годы. Майя Андреевна. Уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые члены правительства. 13 октября текущего года на заседании правительства РФ был одобрен прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Также проект федерального закона в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Минэкономразвитие России скорректировано в сторону снижения основные макроэкономические показатели. ВВП России в 2016 году сократится на 0,6% вместо ранее прогнозируемого сокращения на 0,2%. Прогноз базовый на 2017 год предусматривает рост ВВП на 0,6% вместо ранее прогнозируемого роста на 0,8%. Повлияло сокращение инвестиций в основной капитал на 0,5% в 2017 году вместо прогнозируемого ранее роста на 0,8%. Дельта по розничному товарообороту составила 0,5%. Уточнение ценарных условий, которые соответствуют проектировкам федерального бюджета на предстоящий плановый период, касается ослабления национальной валюты по отношению к доллару США на 2 рубля в 2017 году с увеличением отклонений до 6,7 рубля по базовому варианту к концу прогнозного периода. Таким образом, курс доллара США к рублю принят в 2017 году на уровне 67,5 рублей по первому варианту. В 2018 году 68,7, в 2019 году 71,1. Соответственно, вносятся изменения в сторону увеличения прогноза сальдированного финансового результата прибыли рентабельных предприятий на 11,2 млрд. рублей в 2017 году, на 6,7 млрд. рублей в 2018 году и на 13,6 млрд. рублей в 2019 году. Проект согласован в установленном порядке. Прошу поддержать. Коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Алексей Алексеевич, у нас есть замечание? Замечаю, мужчина. Хорошо, спасибо. Ставим вопрос на голосование за утверждение проекта постановления о внесении изменений в прогноз социально-экономического развития республики Саха-Якутия. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Против? Воздержался? Нет. Спасибо. Второй вопрос поиски дня о проекте закона республики Саха-Якутия о государственном бюджете республики Саха-Якутия на 2017 год и на плановый период 2018-2019 года. Докладчик министр финансов Жандоров Валерий Алексеевич. Добрый день, уважаемый Евгений Алексеевич, члены правительства, приглашенные. Проект закона республики Саха-Якутия о государственном бюджете республики Саха-Якутия на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов подготовлено в соответствии с требованием, установленным бюджетным кодексом Российской Федерации, законом республики Саха-Якутия о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в республике Саха-Якутия. При формировании закона проекта были учтены основные макроэкономические показатели, прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и республики Саха-Якутия, основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и республики Саха-Якутия, Объемы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом Закона Российской Федерации о федеральном бюджете на 2017 год и планный период 2018 и 2019 годов. Основные параметры государственного бюджета Республики Сахая-Якутина на 2017 год и на планный период 2018 и 2019 годов составят доходы 156,701,583,000, это по 2017 году, расходы 160,915,991,000,000 рублей, и дефицит планируется принять в сумме 4,214,408,000,000 рублей. На 2018 год 156,913,000 по доходам 162,000,000 по расходам с дефицитом 5,296,000,000 рублей. И на 2019 год планового периода 162,282,000,000 по доходам по расходам 165,2,000,000,000 с дефицитом 3,16,000,000,000 рублей. При расчете прогнозируемого объема доходов государственного бюджета на 2017-2019 года учитывались изменения бюджетного и налогового законодательства, планируемого к проведению в предстоящих финансовых периодах централизации в федеральный бюджет 1% налога на прибыль, зачисляемого ранее в бюджеты субъектов РФ. Изменение порядка зачисления в бюджетах субъектов РФ доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей телоспирта свыше 99%, увеличение ставки налога на имущество организации в отношении железнодорожных путей общего пользования магистральных трубопроводов, линии электропередачи, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической части указанных объектов. Реализация положения федеральных законов от 23 мая 2016 года о внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ о территориях, опережающихся социально-экономическое развитие РФ, предусматривающих применение льготных ставок по налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых для участников региональных инвестиционных проектов и резидентов территории, опережающейся социально-экономическое развитие. Введение особенностей определения налоговой базы по налогу на имущество организации, исходя из кадастройства в отношении отдельных объектов недвижимости с 1 июня 2019 года. Установление единой даты начала применения на территории порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастройства стоимости с 1 июня 2017 года при принятии соответствующего закона. Основные макроэкономические показатели на 2017-2019 годы приняты в расчет доходной части бюджета были приняты в следующих размерах. Основные макроэкономические показатели на предстоящий период по среднегодовому обменному курсу рубля за доллар США в 2017-м году 67,50 рубля, в 2018-м году 68,7 рубля и в 2019-м году 71,1 рубля. Прибыль ориентабельных предприятий прогнозируется на уровне 155,6 миллиарда рублей в 2017-м году, в 2018-м году 152,6 миллиарда рублей и в 2019-м году 170,5 миллиарда рублей. Среднесписочная численность занятых в экономике составит 484,3 в 2017-м году и 486,5 в 2019-м году. Фонд оплат труда прогнозируется с увеличением до 260,8 миллиарда рублей в 2017-м году, 282,5 миллиарда в 2018-м году и 303,6 миллиарда в 2019-м году с динамикой роста. С учетом предполагаемых изменений законодательства и проекта прогноза социально-экономического развития Республики, общий объем доходов государственного бюджета в 2017-м году составит 156,7 миллиарда, в том числе налоговых доходов 100,47 миллиарда рублей, неналоговых доходов 16,95 миллиарда рублей и безвозмездных поступлений 39,6 миллиарда рублей, в том числе, пока мы прогнозируем, дотация на вранье бюджетной обеспеченности федерального бюджета 35,99 миллиарда рублей. На плановый период доходы планируется в сумме 156,913,000 до 162,283,000,000 рублей в 2019-м году. На слайде вы можете ознакомиться с раскладкой основных видов налоговых поступлений. Прогноз поступления налога на прибыль на 2017 год рассчитан в сумме 40,376,000,000 рублей со снижением к утвержденному прогнозу 2016 года на 6,5% или в сумме 2,824,000,000 рублей. Снижение поступления налога обусловлено централизацией в федеральном бюджете 1% от налога на прибыль, зачисляемого ранее в бюджетах субъектов Российской Федерации, снижением прогноза по данным участников консолидированных групп налогоплательщиков. Прогноз поступления налога на прибыль на 2018 год рассчитан в сумме 40,869,000,000 рублей с увеличением прогноза 2017 года на 1,2% в сумме 492,000,000 рублей. При составлении прогноза учитывались показатели прибыли рентабельных предприятий республики, утвержденные постановлением правительства республики Сахай-Якутия 28 сентября 2016 года с внесением изменений только что рассмотренного прогноза социально-экономического развития. Три группы крупных налогоплательщиков в нашей республике – это группа Алроса, акционерное общество «Стургутнефтегаз» и акционерное общество «Транснефт» обеспечит около 80% от общего объема поступления налога на прибыль. В связи с тем, структура поступления налога на прибыль напрямую зависит от конъюнктурных колебаний макроэкономических показателей на рынках продукции, добываемой нашими недропользователями, которые влияют на результаты деятельности указанных налогоплательщиков. После ослабления спроса на алмазное сырье в 2015 году, алмазный рынок в текущем году характеризуется умеренно устойчивым состоянием. Кроме того, укрепление курса рубля в текущем году с начала года положительно повлияло на формирование курсовых разниц по валютным займам группы компаний Алроса. В планировом периоде прогнозируют сохранение удельного веса поступления от группы Алроса на уровне 50% в структуре налога на прибыль. Прогнозируемое снижение поступления налога на прибыль от акционеров общества «Стургутнефтегаз» в плановом периоде по сравнению с 2015 годом обусловлено тем, что в 2015 году поступления от нефтедобывающей отрасли носили разовый характер ввиду возникновения положительных курсовых разниц по валютным активам в связи с повышением курсов доллара в 2015 году. Поступления от организации трубопроводной отрасли планируются на стабильном уровне. Результаты деятельности данного налогоплательщика в равной степени зависят от регулирования тарифов на транспортировку нефтепродуктов и от колебаний курсов иностранных валют, влияющих на фирмирование курсовых разниц по валютным займам в балансе данных налогоплательщиков. По налогу на доходы физических прогнозов рассчитаны на основание показаний фонда оплаты труда, исходя из проекта прогноза социально-экономического развития. Фонд оплаты труда работников предприятия прогнозируется в размере 260 млрд. рублей в 2017 году, в 2018 году – 282 млрд. и в 2019 году – 303 млрд. рублей. В связи с этим прогноз по налогу на доходы физических лиц составил в 2017 году 21,259 млрд. рублей, 529 млрд. рублей с увеличением к бюджетным назначениям 2016 года в сумме 1,598 млрд. рублей. В 2018 году – 23,322 млрд. или на 8,3 млрд. к 2017 году, и в 2019 – на 7,6 млрд. до уровня 25,56 млрд. рублей. Прогноз, как видно из слайда, темпы роста прогноза налога на доходы физических лиц соответствуют темпы роста прогноза фонда оплаты труда. Это должно для нас являться показателем достижения. Прогноз налога на имущество организации сформирован с учетом увеличения ставки налога в отношении железнодорожных путей и общего пользования магистральных трубопроводов, линии электропередач, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической части указанных объектов. В 2017 году – до 1,6% и в 2019 году – до 2,2%. Также с учетом предоставления и отмены льгот в соответствии с несенными изменениями законов Республики Сахай-Акуттия о налоговой политике Республики Сахай-Акуттия. С учетом изменения налогового законодательства расчетная сумма налога в 2017 году составит 12,766 млрд. рублей и в 2019 – 14,250 млрд. рублей. Более 60% от общего объема поступления налога на имущество организации обеспечивают 4 группы налогоплательщиков. Это группа «Алроса», включая «Велевскую ГЭС-3», акционерное общество «Якут-Туголь», акционерное общество «Транснефть» и акционерное общество «Срубутнефтегаз». Прогнозируемое увеличение поступления от трубопроводного транспорта обусловлено по этапным повышениям налоговой ставки в части обложения налога имущества магистральных трубопроводов. В плановом периоде прогнозируют снижение поступления налога на имущество организации от угольной промышленности, что обусловлено передачей участка железной дороги «Эльга-УЛАК» на баланс общества «Эльга-Дорога». Поступление налога на добычу полезных ископаемых на 2017 год прогнозируется в сумме 21,304 млрд. рублей, в том числе по добыче сырых алмазов 18,8 млрд. рублей, по золоту 2,2 млрд. рублей, по углю 233 млн. рублей. Расчеты поступления налога на добычу полезных ископаемых произведены на основе планируемого объема добычи полезных ископаемых, прогнозируемого уровня цен на данные полезные ископаемые и среднегодового курса доллара США по отношению к рублю, заложенного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Сахар-Икутия. По сравнению с бюджетным назначением на 2016 год прогнозируется уменьшение налога на добычу полезных ископаемых на 1,5 млрд. рублей. В 2017 году прогнозируется снижение налога на добычу полезных ископаемых в государственном бюджете на 2018 год прогнозируется в объеме 21,9 млрд. рублей. По сравнению с прогнозом на 2017 год прогнозируется увеличение налога на добычу полезных ископаемых на 683 млрд. рублей. В связи с прогнозным ростом среднегодового курса доллара США по отношению к рублю с 67,5 млрд. до 68,7 млрд. рублей. Также рост обусловлен увеличением прогнозируемого курса доллара США до 71,1 рубля в 2019 году. Неналоговые доходы сформированы в основном в соответствии с расчетами администраторов доходов и с учетом динамики фактических поступлений в бюджеты Республики. Так, в 2018 году неналоговые доходы составят 16,9 млрд. рублей. Из них основной объем поступлений прогнозируется в получении в виде дивидендов от компании «Алроса». В 2018 году неналоговые доходы прогнозируются в сумме 13,64 млрд. рублей. В 2019 году неналоговые доходы прогнозируются на уровне 12,622 млрд. рублей. Также в структуре неналоговых доходов значительную долю занимают платежи при пользовании природными ресурсами. В 2017 году это 2,444 млрд. рублей. Из них 2,188 млрд. составляют разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий. Безвозмездные поступления в 2017 году планируются в сумме 39,695 млрд. рублей, в том числе и с федерального бюджета в сумме 39,516 млрд. рублей. На 2018-2019 годы предусмотрено безвозмездное поступление в сумме по 39,661 млрд. рублей. Прогнозные суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета сформированы на основании проекта закона федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Кроме данных по дотации на уровне бюджетной обеспеченности, которые предусмотрены в данном случае согласно федерального закона, а в федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 год, где предусматривалась сумма в объеме 35,995 млрд. дотации на уровне бюджетной обеспеченности Республики Саха и Якутия. В 2017 году и в последующих плановых годах дотация на уровне бюджетной обеспеченности планируется с суммой 35,994 млрд. рублей или со снижением на 7,194 млрд. рублей в сравнении с 2016 годом. Ко второму чтению проекта закона Республики Саха и Якутия о государственном бюджете Республики Саха и Якутия на 2017 и на плановый период 2018-2019 год в соответствии с федеральным законодательством будут уточнены также следующие параметры. Это прогнозные суммы дотации на уровне бюджетной обеспеченности. Мы прогнозируем, к сожалению, только к концу ноября получить эти данные от Минфины России после рассмотрения в первом чтении Государственной думы Российской Федерации. Это впервые, кстати, происходит. Прогноз поступления акцизов на нефтепродукты в связи с внесением изменения налогов к Государственной Федерации в части увеличения ставок акцизов на нефтепродукты. В части расходов. В результате прогнозируем уровень доходов и источников финансирования дефицита государственного бюджета. Объем расходов определен в размере 160,915,000,000 рублей в 2017 году и 162,209,000 в 2018 году, 165,299,000 в 2019 году. В целях формирования расходной части государственного бюджета учтены следующие подходы. Объем финансового обеспечения государственных программ сформирован в соответствии с объемами среднесрочного финансового плана Республики Сахая-Якутия на 2016-2018 годы. При этом учтено сокращение объемов на 5% по государственным программам за исключением государственных программ Республики Сахая-Якутия, имеющих социальную направленность. Учтено также переспределение полномочий, а также перемещение бюджетных расследований между министерствами и ведомствами в соответствии с указом главы Республики Сахая-Якутия от 9 марта 2016 года, номер 972, о совершенствовании структуры исполнительных органов Государственной власти Республики Сахая-Якутия. Вместе с тем, в параметрах государственного бюджета учтены дополнительные расходы на индексацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сумме 720 миллионов рублей. На повышение заработной платы целевых категорий работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации 2012 года необходимо 3,7 миллиарда рублей. На эти цели в государственном бюджете предусмотрено и зарезервировано 2,3 миллиарда рублей, что ниже на 1,7 миллиарда рублей. Указанный объем планируется увеличить на сумму дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирования за счет средств федерального бюджета при обозначении этих объемов распределения между субъектами Российской Федерации. Государственный бюджет Республики представлен в виде комплекса 36 государственных программ и непрограммной части, к которой отнесены вопросы деятельности законодательной, судебной власти, избирательных органов и уполномоченных по правам. Человека ввиду независимости и самостоятельности этих органов государственной власти. Общий объем программных расходов с учетом федеральных средств на 2017 год составит 153 миллиарда 584 миллиона. В 2018 году 152 миллиарда 919 миллионов рублей. И в 2019 году 151 миллиард 739 миллионов рублей. Общий объем непрограммных расходов на 2017 год составит 7 миллиардов 331 миллионов рублей. И в 2019 году 13 миллиардов 560 миллионов рублей. Вследствие резервирования необходимых источников для поусловно затратам в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации. Объем бюджетных осигнений Дорожного фонда на период 2017 года сформирован на уровне прогнозируемых источников формирования Дорожного фонда Республики. В том числе на 2017 год 3 миллиарда 712 миллионов рублей. На 2018 год 3 миллиарда 742 миллиона рублей. И на 2019 год 3 миллиарда 743 миллиона рублей. Впоследствии объем будет пересмотрен в связи с внесением проекта федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации в части увеличения ставок акцизов на нефтепродукты. После принятия данного закона и доведения для нас до у нас объемов распределения акцизов на нефтепродукты будет внесено уточнение в данные источники Дорожного фонда. Объем инвестиционной программы Республики в Сахай-Якутии на 2017 год определен в размере 11 миллиардов 71 миллионов рублей за счет средств государственного бюджета. На 2018 год 11 миллиардов 69 миллионов рублей. И на 2018 год 9 миллиардов 791 миллионов рублей. Инвестиционная программа Республики сформирована исходя из следующих приоритетов. Жилищное строительство, реализация мероприятий Общереспубликанского движения Добрых дел Майя-Якутия в 21 веке. Завершение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийно-женщинного фонда признан таковым до 1 января 2012 года согласно федеральному закону 185 ФЗ. Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Сахай-Якутия в целях ликвидации второй смены в соответствии с распоряжением Республики Сахай-Якутия 23 октября 2015 года в содействии созданию в субъектах РФ, исходя из прогнозированных потребностей новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Строительство приоритетных объектов здравоохранения Республиканского перинатального центра на 130 коек в городе Якутске, Якутского республиканского онкологического диспансера на 210 коек в городе Якутске с радиологическим отделением и хозблоком. Объем межбюджетных трансфертов из государственного бюджета на 2017 год в общем объеме составит 67 миллиардов 865 миллионов рублей нашим муниципальным образованием городским округам. В том числе, дотация на вранье бюджетной обеспеченности муниципальных районов определена в размере 17 миллиардов 136 миллионов рублей, что меньше на 580 миллионов рублей по сравнению с 2016 годом. Уменьшение обусловленной реализации с 1 нояря 2017 года по сравнению правительства Республики номер 153 об утверждении нормативов финансирования методики расчема объема дотации на обеспечение государственной гарантии реализации прав на получение образования, в рамках которого субвенция на реализацию госстандарта общего образования из государственного бюджета увеличена на 184 миллиона рублей. Как вы помните, это связано с переводом на оплату труда специалистов и служащих 1400 единиц. Кроме этого, предусмотрено в составе зарезервированный средств в сумме 396 миллионов рублей, также в составе из местных бюджетов, переведенные в средства государственного бюджета на оплату труда работников столовых и медицинских работников до принятия соответствующего решения правительства Республики Саха и Котия. Далее, в числе межбюджетных трансфертов определены дотации на поддержку мер по обеспечиванию сбалансированности местных бюджетов в размере 711 миллионов рублей. Также субсидии местным бюджетам в размере 10 миллиардов 749 миллионов рублей, субвенции на расширение органов местных самоуправлений переданных отдельных государственных полномочий в размере 39 миллиардов 83 миллиона рублей. На плановый период объем бюджетных трансфертов составили 60 миллиардов 941 миллионов в 2018 году и 60 миллиардов 544 миллионов рублей в 2019 году. При расчете источников финансирования дефицита бюджета основным подходом является соблюдение республики, ограничений по размеру дефицита государственного бюджета и объему государственного долга Республики Саха и Котия, установленных соглашений о прицельных бюджетных кредитах, заключенных с Министерством финансов в Федерации в 2014-2016 годах. Размер дефицита не должен превышать 10% объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. Объем государственного долга в 2017-2019 годах не должен превышать 47% налоговых и неналоговых доходов бюджета. Доля рыночных заимствий в 2017 году не должна превышать 27%, а в 2019 году не превысить 39% от объема налоговых и неналоговых доходов. Планирование поступлений по источникам финансирования дефицита государственного бюджета на указанный период осуществлялось в соответствии с методикой прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита государственного бюджета в соответствии с данной методикой. Основными источниками финансирования дефицита в 2017-2019 годах станут заимствования в виде кредитов кредитных организаций и облигационных займов Республики Сакайя-Хуки. Поступление от продажи акций, находящихся в собственности Республики, в период 2017-2019 год не предусматривается. Дефицит государственных бюджетов в 2017 году составит 4 млрд 214 млн. рублей, в 2018-м 5 млрд 297 млн. рублей и в 2019 году 3 млрд 17 млн. рублей. В 2017 году планируется разместить облигации государственного займа на сумму 5 млрд. рублей, на погашение направлено будет 3 млрд 625 млн. рублей. Привлечение кредитов кредитных организаций в 2017 году планируется в сумме 7 млрд 239 млн. рублей, погашение 1 млрд 35 млн. рублей. В 2017 году на погашение будет направлено 3 млрд 455 млн. рублей. Предусмотрено плечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета в сумме 11 млрд. рублей в рамках реализации управления Федеральной Казначейства данной программы. В 2018 году планируется привлечение суммы, указанной на слайдах. Это облигационные займы 8,5 млрд в 2018-м, в 2019-м 8 млрд. кредитов кредитных организаций в 5 млрд 1 млн. рублей, 3 млрд 62 млрд, вернее 7 млрд 546 млрд в 2019-м году с соответствующими погашениями. Сальдо этих погашений и привлечений будет направлено на финансирование дефицита бюджета, указанного чуть выше. В 2019 году сумма иных источников в 2017 году составит 90 млн. рублей, и резерв на возможное исполнение государственной гарантии предусмотрен в сумме 1 млрд 216 млрд. рублей. Представление бюджетных кредитов юридическим лицам в 2017 году предусмотрен в сумме 3 млрд 820 млн. рублей, возврат бюджетных кредитов юридическим лицам составит 5 млрд 58 млрд. рублей. Также предусмотрен на представление бюджетных кредитов местным бюджетом в сумме 389 млн. рублей, возврат местным бюджетным бюджетом в 457 млн. рублей. Исходя из источников финансирования дефицита бюджета прогнозируется рост государственного долга Республики Сахай-Акутия. По итогам 2017 года планируется рост объема госдолга на 9% и объем составит 49 млрд 211 млн. рублей. По итогам 2018 года объем долга составит 53 млрд 457 млн. рублей. И по итогам 2019 года составит 56 млрд 590 млн. рублей. Рост государственного долга обусловлен необходимостью привлечения заимствами для рефинансирования государственного долга и финансирования планового дефицита государственного бюджета на предстоящий период. При этом отношение государственного долга составит на 2017 год 42% ограничений не выше 47%, в 2018 году 46% ограничений не выше 47% и по итогам 2019 года также 46%. Таким образом соблюдаются ограничения не выше 47%. Также эти параметры соблюдаются и в отношении рыночных заимствий к государственному долгу. Общая сумма предоставления государственных гарантий составит 2 млрд 404 млн. рублей. Государственные гарантии предусмотрены в основном на обеспечение завоза и производство значимых удовольственных товаров, обеспечение завоза топливоэнергетических ресурсов в объеме 1 млрд 670 млрд, для обеспечения жизнедеятельности, в том числе для подготовки флота к навигации 2017 года в сумме 300 млн. рублей. В 2018 году общая сумма предоставления государственных гарантий планируется на уровне 2 млрд 300 млн. рублей, также в основном на обеспечение жизнедеятельности населённых пунктов нашей республики, для обеспечения завоза как топливно-эргентетических ресурсов, так и на обеспечение социально значимыми продовольственными товарами. Также для строительства водозаборных и водочистных сооружений города Якутска в сумме 550 млн. рублей планируется предоставить в 2018 году. В 2019 году также этот объем составит 2 млрд 300 млн. рублей, а раскладка по направлению представлена на слайдах. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые члены правительства. Вопрос первый. Чем объясняется неисполнение правительством при разработке проекта государственного бюджета на 2017 год отказа от выполнения социальных обязательств по обеспечению жильем 845 детей-сирот? Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда будет исполнено решение Верховного суда Республики Саха-Якутия и определение Верховного суда Российской Федерации о признании незаконного порядка расчета объема субвенций частой обеспечения жильем детей-сирот, исходя из удельного веса сирот и возможностей госбюджета, а не фактического числа очередников, на сегодняшний день в течение года определение Верховного суда не исполняется. Расчет субвенций депутатов должны посчитать или прокуратура, или правительство. Спасибо за вопрос. Да, действительно, у нас сейчас предусмотрено 285 миллионов на 2017 год. При этом в государственной программе у нас предусмотрены цифры повышенные. Надо сказать, что на 2016 и 2017 год у нас рассматриваются как переходящие, то есть потребность в 2017 году составляет 734 миллиона рублей на оставшиеся обеспечения детей. Сейчас у нас пока предусмотрено 285 миллионов рублей. Я, как и упоминал до этого, ко второму чтению мы ожидаем рассмотрения дополнительных поступлений, формирования доходных источников государственного бюджета, в том числе за счет дотации из федерального бюджета, объем которых на данный момент пока не определен, не определен так. И, значит, Министерством финансов Российской Федерации предложено довести до нас эту цифру. Мы не знаем, какая она будет, 36 миллиардов, 40 миллиардов, значит, объем дотации с увеличением. И, исходя из этого, будут рассмотрены все дополнительные, не все, ну, будут рассмотрены дополнительные расходы, представленные в государственном бюджете. Надо отметить, что за предстоящий период, когда в 2012 году мы полностью ликвидировали эту очередь, предусмотрев в 2012 году 1 миллиард 110 миллионов рублей, в том числе 904 миллиона государственных средств, из федерального бюджета поступило 105 миллионов для решения этой достаточно важной задачей. Мы считаем это общегосударственной задачей. Так, предоставление жилья детям, сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. То есть, за данный период, включая 2016 год, было направлено из государственного бюджета 3 миллиарда 520 миллионов рублей. Из федерального бюджета в качестве софинансирования за весь период предоставлено было 479 миллионов рублей, то есть около 10 процентов на софинансирование. Это общеважная государственная задача. За этот период детей было обеспечено 1877, но, как вы знаете, в связи с принятием изменений федерального закона, в федеральном бюджете, где были сняты ограничения возрастные по предоставлению детям сирот, резко увеличилась очередь обеспечения жильем и количество вставших на учет. В 2013 году это было 393 гражданина, уже к 2015 году цифра достигла 1148, а в 2016 году 1146 детей. Но, тем не менее, нарастающим итогом, если мы в 2012 году обеспечили жильем 820 и полностью сократили очередь, так, то в 2013 году в связи с изменением внесения в федеральный закон, эта очередь резко выросла в 3-4 раза, и мы опять приступаем к этапу планомерного предоставления реализации этой задачи. Так, например, в 2015 году было предусмотрено 1 миллиард 16 миллионов рублей, из них 924 миллиона за счет государственного бюджета и 91 миллион за счет федерального бюджета. В 2016 году было предусмотрено 965 миллионов рублей, в том числе 104 миллиона федерального бюджета. Таким образом, но при этом мы, конечно же, ставим вопрос и с точки зрения повышения эффективности используемых средств переданных полномочиями муниципальных образованиями, а остатки на начале года 2013, 2014, 2015, 2016 годов составляли не менее 150-160 миллионов рублей. Безусловно, эта задача будет решаться так, как она обозначена в самой государственной программе реализации детей-сирот. И при рассмотрении подхода ко второму чтению мы будем рассматривать эти подходы, определяя сумму из тех дополнительных средств, которые поступят из федерального бюджета и будут распределены наравне с другими приоритетами на одну из важнейших задач. При этом субъекты, конечно же, Российской Федерации, столкнувшись с расширением перечня, с изменением порядка постановки учет, с миграционными процессами, которые сейчас допускаются в исполнении норм нового, изменения федерального закона, безусловно, будут решать. Но субъекты сталкиваются с этими задачами. Безусловно, новые расходные обязательства растут для субъектов федерации. Мы также, как и все, солидарно с другими субъектами, конечно же, поднимали вопрос и поднять этот вопрос на общегосударственный уровень, в предмет ведения, совместное ведение с Российской Федерацией, в том числе увеличив долю софинансий с федерального бюджета с 10% хотя бы до 50%. Так что эта задача будет решаться. Спасибо. Второй вопрос, да, безусловно, это касается того, что будет создана и создается рабочая группа совместно, как Вы правильно сказали, значит, и правительство Республики Сахай-Экуте, и депутаты в Государственном доме, соответствующего комитета, для того, чтобы по новой определить подходы по расчету необходимых финансов, обеспеченность для реализации, это важнейшая государственная задача. И это будет сделано. Спасибо. Ещё вопросы. Доброе утро, уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемый Валерий Алексеевич. Проектом закона, статья 14, пункт 13, под пункт 14, зарезервирована общая сумма в размере 65 миллионов 391 тысяч рублей в рамках государственной программы реализации семейной, демографической и молодёжной политики. Я бы хотела уточнить, когда планируется посадить данную сумму на государственную программу, так как здесь предусмотрены средства не только на проведение года молодёжи, а в том числе на подпрограмму патриотическое воспитание граждан в сумме 22 миллиона 704 тысяч рублей, 11 миллионов на реализацию подпрограммы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 4 миллиона 391 тысячи на подпрограмму снижения масштабов потребления алкогольной продукции. Ну вот как записан, так и предусмотрено. Добрый день. Речь идёт о том, что в тексте данной статьи, части 13 пункта 14, отсутствуют слова по направлению средств на профилактику алкоголизма и на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. А вся сумма 65 миллионов предусмотрена на три направления. И получается, что с точки зрения юридической, если в тексте нету, то направлений средств на профилактику алкоголизма и на сумму как будто бы нет. Поэтому мы просто предлагаем учесть текстово. Это возможно? Редакционно. Мы сейчас проконсультируемся, во-первых, так, поскольку то, что касается мероприятия направления года молодёжи, он предусмотрен в рамках указа. То, что касается повышения профилактики антиалкогольной, то пока на данный момент нет нормативного права акта, обеспечивающего внесение данной под программу. Поэтому они зарезервированы, но при этом зарезервированы именно на эти направления. А по СОНКО по социально ориентированным некоммерческим организациям? Да, так же и по СОНКО. По СОНКО документ есть под программой реализации семейно-демографической политики республики на 2014-2019 годы. Есть под программой поддержка. Если есть необходимость под текстом, это посмотрим. Коллеги, напоминаю, что у нас данный закон проходит первое чтение, затем есть возможность подхода ко второму чтению. Спасибо. Просим учесть. Спасибо. Валерий Алексеевич, аналогичный вопрос по мероприятиям года экологии. Министерство экономического развития нам предварительно согласовало параметры в размере 207 миллионов. Мы рассматривали на заседании его исполняющей обязанности председателя правительства, где тоже есть соответствующий протокол. Было поручение Данчикова Галины Накентьевны и Егора Фанасьевича Борисова о том, что год экологии в бюджетной политике тоже должен быть. Да, безусловно, объявленный правительством Российской Федерации год экологии в 2017 является очень важным при этом, безусловно. Новые расходные обязательства, которые были предложены в составе тех же новых расходных обязательств, в виде дополнительных расходных обязательств, будут рассмотрены в рамках постановления номер 666. Правительственная комиссия по конкурсному распределению приняла решение о рассмотрении данного пакета, который составляет порядка 30 миллиардов рублей на 2017 год дополнительных средств, рассмотреть его при определении поступления дополнительных средств, как из федеральных, так и иных источников, отложив это рассмотрение. Будет рассмотрено позже. В составе всех представленных на 30 миллиардов дополнительных расходных финансов. – Алексей Алексеевич, важный вопрос. – Да. – Я правильно ли понял, что у нас по повышению оплаты труда только сейчас вы предусматриваете только по отдельным категориям бюджетных работников? – Да, абсолютно правильно. Расчёты есть, и Министерство труда провело значительную работу, представив расчёты индексации повышения фонда оплаты труда по различным категориям. В первую очередь, конечно, мы рассчитали объёмы, необходимые для повышения, вернее, поддержания оплаты труда в рамках тех дорожных карт, которые сейчас будут подписываться с Федеральным организмом власти по целевым категориям работников бюджетной сферы. Они составляют 3 миллиарда 731 миллион рублей для того, чтобы выдержать показатели для исполнения указов Президента Российской Федерации в 2018 году по показателям. Эти соотношения к средней заработной плате и трудовому доходу от всех видов деятельности доведены, сейчас формируются, на основе вот этих новых вводных данных были присоединены расчёты для, так называемых, целевых категорий 3 миллиарда 731 миллиона рублей. Мы изыскали возможность среди всех программ, учитывая сокращение 5% для некоторой части программ. На данный момент мы зарезервировали 2 миллиарда 31 миллион из этой необходимой суммы для целевых категорий работников бюджетной сферы. При определении сумм по дотации на сбалансированность из федерального бюджета, а также дополнительно, если будут выделены дотации на ранее бюджетной обеспеченности, если они будут выделены, будет в первую очередь предусмотрено доведение этой суммы до прогнозируемого повышения оплаты труда, исходя из прогнозируемого уровня среднего трудового дохода к концу 2017 года на уровне 55 тысяч рублей. Понятно. А по остальным? По остальным пока мы отложили это рассмотрение до определения доходных источников. Пока такой возможности нет из тех параметров. Это до какого-то, до принятия федерального бюджета или на следующий год всё-таки? До принятия федерального бюджета. И если будет у нас такая возможность, вы правильно заметили, мы обсуждали, что если даже будет предлагаться такая мера, она будет предлагаться 1 сентября. И есть такие расчёты, но в целом они составляют 7,5 миллиарда рублей. Это прочие категории были расчёты, произведены на 6,1%, и плюс, значит, ещё другие категории служащих. Ну, если будут дополнительные доходы в виде 5 миллиардов рублей, мы это предусмотрим. Владимир Алексеевич, и тогда вот последний вопрос. Вот если мы не будем повышать в целом по бюджетному сектору, вообще мы не допустим или не допустим вообще снижение реальной заработной платы, которую установили в прогнозах? Да, правильно, спасибо за хороший вопрос. Значит, Министерство труда нам представило все расчёты, начиная от минимальных до максимальных, до 7,5 миллиарда рублей. При этом Министерство экономики нам представило прогнозные расчёты, как это повлияет на реальные доходы в целом по республике. Если вы помните по слайду, фонд оплаты труда с 254, по-моему, миллиардов, извиняюсь, увеличится до 260 миллиардов в 2019 году в целом фонд оплаты труда. То есть некоторое будет повышение. В основном существенную долю повышения фонда оплаты труда оказывает влияние повышение оплаты труда, поддержание на уровне работников бюджетного сектора экономики, где у нас занято почти, наверное, по-моему, третий или тридцать процентов от трудоспособного населения. И это влияет на повышение фонда оплаты труда в целом. Но, насколько в прогнозе, если не могут меня подправить в Министерстве экономики, это составляет 101%, 102% к 2019 году. То есть предполагается, при тех заданных параметрах, инфляция, вы помните, они заданы на уровне 4%, так, в прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации, мы предполагаем, что реальные доходы населения на уровне 101-106-102% сохранятся. Спасибо. Ещё есть вопросы? Можно спросить? В целом по республике. Валерий Алексеевич, у нас 500 миллионов в текущем году было предусмотрено под выкуп акции Росгидро, связанное это с тем, что мы строим ИГРС-2. По уточнению бюджета, мы отразили сумму, которая попала в корпорацию развития Якутии, как оригинальные инвестиционные проекты. В принципе, процедура по эмиссии идёт. В следующем году мы должны эту сумму у корпорации забрать? Или как мы будем поступать? Кто будет поступать? Мы как будем поступать с учётом нашего соглашения с Росгидро? Ну, пока в параметрах 2017 года эти средства ни за счёт государственной программы, соответствующей, ни за счёт инвестиционной программы не предусмотрены. Алексей Засимович, мы эти вопросы должны были рассмотреть в рамках наших внутренних совещаний. И на текущий момент мы рассматриваем уже проект постановления. Соответственно, я не думаю, что эти вопросы нужно сейчас здесь решать. Я хочу уточниться. Мы сейчас должны это откорректировать в бюджете или мы можем позже? Нет, такой возможности сейчас не будет. Тогда как будем действовать? Будем думать. Нет, средства есть. У корпорации развития Якутии 500 миллионов под эти цели средства есть. Но их же поменяли целевым направлением. Правильно. Учитывая, что у нас эмиссия акции в этом году не произошла. Да. В следующем году мы можем этот откорректировать? В данном законе, который сейчас о государственном бюджете внесён на 2017 год, с тем дефицитом 4 миллиарда 200 миллионов рублей и с теми определяемыми расходами социального направления, мы пока не можем предусмотреть на данном этапе. Я не говорю о дополнительном финансировании, я говорю о тех средствах, которые отражены в корпорации развития Якутии. Алексей Засимович, Вы же только что сказали, что буквально в среду в законном и государственном бюджете мы определились с целями использования этих средств. Только что. Алексей Засимович, этот вопрос... А в 2017 году они не предусмотрены. Тем более он не относится, соответственно, к рассматриваемому вопросу текущего бюджета. Я думаю, что этим вопросом мы займёмся отдельно. Позже. Екатерина Ивановна. Можно, да? Спасибо. Уважаемый Алексей, у меня два вопроса по двум программам. По программе развития предпринимательства мы... Ну, я хочу констатировать, что программа сокращена практически в два раза. 229 миллионов... Не понял, Екатерина Ивановна, я извиняюсь. Хочу констатировать, прежде чем задать вопрос, что программа по развитию предпринимательства сокращена практически в два раза. По сравнению с планируемым. Теперь вопрос хочу задать. В этой связи мы по особо необходимым направлениям, Поддержки развития предпринимательства в предстоящем периоде в кризисных условиях обращались по дополнительным расходам на субсидирование затрат на уплату по тарифам, по теплу и электроэнергии для предпринимателей, особенно в условиях Крайнего Севера Актики, и поддержание микрокредитной финансирования в условиях сложного получения кредитов предпринимателями в банках. Это общий объём 40, 50, 90 миллионов, дополнительные расходы. Они как-то будут рассматриваться или они вообще уже не будут рассматриваться, эти дополнительные потребности? Это первый вопрос. И вопрос по программе туризма с целью привлечения средств из федерального бюджета. У нас уже в постановлении правительства Российской Федерации предусмотрены расходы на создание туристических комплексов на территории Республики Саха-Якутия, 197 миллионов рублей, и мы должны обеспечить софинансирование из республиканского бюджета. Потребность составляет 41 миллион 200 тысяч. Эти средства, насколько мне констатировал куратор, первый зампред правительства Республики Саха-Якутия, министр экономики Стручков Алексей Александрович, его заместитель по инвестпроектам здесь присутствует, средства в программе инвестиционной должны были быть предусмотрены. 41 миллион 200. Я в нашей программе развития туризма этих средств не вижу. Более того, идёт сокращение на 36 миллионов 400, которые ранее на эти цели были заложены в программу развития туризма. Можно объяснить, будут ли эти средства скорректированы и предусмотрены, или каким образом это будет учитываться в дальнейшем? То, что касается параметра государственной программы поддержки предпринимательства, да, текущие расходы сейчас составят 229 миллионов рублей. Когда мы планировали и принимали среднесрочный финансовый план, текущие расходы составили 242 миллиона рублей. Это касается государственного бюджета Республики. Дополнительные объёмы предоставлены заявками всеми, без исключения ГРБСами, но вообще-то не всеми, да, 25 из 40 только представили дополнительные расходные обязательства, так. Они, как я сказал уже ранее, будут рассмотрены на правительственной комиссии по конкурсному распределению представленных заявок на сумму, по-моему, 25 или 30 миллиардов рублей в составе конкурсного распределения чуть позже. Что касается софинансирования и участия в реализации федеральной программы. Это на правительственной комиссии по конкурсному распределению обсуждалась тематика 41 миллион рублей. И мы предполагаем, что в дальнейшем мы будем рассматривать участие в софинансировании точно так же, как и по программе устойчивого развития территории, где у нас действительно имеются, так сказать, возможности участия в софинансировании. Эта ваша программа будет рассмотрена 41 миллион. Я напользуюсь правом второго вопроса, если можно, Евгений Алексеевич, спасибо. Тогда сейчас при принятии прогноза, уже сейчас бюджетовая, на 17-19 годы, если мы сейчас не предусмотрим, когда это будет предусматриваться и каким образом будет корректировка, или в первом чтении, или во втором чтении? Ну вот в связи с тем, особенность этого года в связи с тем, что распределение дотации на сбалансирование, дотации на вороне бюджетной испеченности, существенный объём. Вы видите, что мы предусмотрели только 35,990,4 со снижением на 7 миллиардов объёма этого года. Распределение пока ещё не произведено и не доведено. Мы не знаем, насколько у нас уменьшится, увеличится тот объём, который мы сейчас заложили. И мы предполагаем для себя, и когда мы будем сейчас представлять Государственное собрание ЛТОМЭ, мы полагаем, что ориентировочно 23-го будет пленарное заседание. Если до 23 ноября мы получим эти цифры, значит, мы успеем ещё раз произвести заседание председательной комиссии, определившись с конкурсом распределения. Но при этом я хотел бы всё-таки призвать коллег оценивать ситуацию достаточно трезво, имеющиеся ресурсы, мы считаем, в объёме 156 миллиардов, достаточно солидный ресурс для реализации успешно всех программ на территории республики, реализуя и консолидируя все средства, как это прописано в бюджетной политике РФ, на приоритетных наших направлениях, так и правительству. Да, нужно будет определяться с приоритетными направлениями в дальнейшем при наличии тех ресурсов, которые имеются, достигать все показатели результативности при наличии наименьших ресурсов. Нет, они уже определены в этом законе. Я уже о них доложил. Также с этим законом вносятся основы бюджетной политики, которые предоставлены, сформированы на основе бюджетной политики Российской Федерации в существующих макроэкономических и внешнеполитических условиях. Коллеги, вопросы? Добрый день, уважаемый Валерий Алексеевич, уважаемые коллеги. Вот, ну понятно, что, например, Эльга Уголь, который строили железнодороги, чтобы добывать уголь, осознается от налогов. А фирма, золотодобывающая, Эльвиновый, почему не учитывается именно налоги этой фирмы? Каких фирм? Эльвиновый, ООО Эльвиновый. Какое? ООО Эльвиновый, золотодобывающая фирма. Здесь в докладе написано. То, что упоминалось, Эльга, дорога и так далее, освобождение от налогов, в том числе и создание региональных инициационных проектов, эта льгота предоставляется в том числе в силу федеральной законодательства и созданием ТОСЭРа Южной Якутии. А Рябиновая, я вот и знаю, если Министерство промышленности или Министерство экономики как-то нам прояснит вопрос с точки зрения, по-моему, льготы в отношениях не предоставлялись. Я вот не могу сказать. Часть ухождения, как региональный инвестиционный проект здесь имеется в виду? А, ну вот, тогда Рябина входит, опять же, в региональный инвестиционный проект. Это решение, принятое федеральным законодательством по развитию экономического потенциала на территории Дальнего Востока. Создается так называемый региональный инвестиционный проект, в котором предоставляется льготирование по налогу на прибыль и по налогу на добычу полезных сахарах до пяти лет, чтобы дать возможность развить данный потенциал и уже ввести в дальнейшем экономику Дальнего Востока как точки роста. Это необходимые, я считаю, необходимые меры по развитию экономического потенциала Дальнего Востока и нашей республики Саха-Якутия в среднесрочной и долгосрочной перспективе, обеспечивая в том числе и поступление доходов в консолидированный бюджет Республики Саха-Якутия. Дальнего Востока